Ток-шоу «День добрый» и ваш личный визажист-стилист Евгений Сарапул. У нас сообщение от Арины. Мне 23 года, мама воспитала меня практически одна, отец есть, но участие в воспитании он не принимал. Проблема в том, что сверстники меня никогда не интересовали, скорее раздражали. А в «Спутнике» я выбирала взрослых, мужчин старше не на один десяток лет. Не находя неосознанно ожидаемой опеки, я разочаровывалась в них, так как многие просто эксплуатировали мою молодость и наивность, либо пытались самоутвердиться. Пожалуйста, дайте рекомендации, как заполнить эту эмоциональную яму и избавиться от комплекса маленькой девочки. Арина, вам большое спасибо за доверие. Кстати, Арина прислала этот вопрос по электронной почте. Вот я распечатал на листке. Тут у меня ещё два вопроса. Арина, смотрите. Отец участия в воспитании практически не принимал, и в этом главный корень вашей проблемы. Мама воспитывала меня практически одна, пишите вы. Поэтому вы, не получив от отца заботы, поддержки, совета, редко чувствовали его щетину, да, вот у меня девочки так любят, я говорю, ну что колется, я как ёжик, не, пап, мне нравится, колется, но нравится. Все вот эти прикосновения, перед сыном, днём обнялись, поговорили, полежали вместе, какую-то программу посмотрели, посмеялись, покувыркались, это всё те ощущения, через которые девочка получает, дочка, понимание мужского мира, мужской ауры, психологии, атмосферы мужского естества. Поэтому вам нужно решать проблему со своим отцом. Вот вы говорите, не находя неосознанно ожидаемой опеки. Вы хотели, чтобы вас опекал отец. Но вы в первую очередь должны получить эту опёку от своего отца. Встречайтесь с ним почаще, разговаривайте с ним, делайте всё, чтобы ваши отношения стали лучше. Возможно, ваш отец, он вообще не заинтересован, или даже, мне кажется, что он больше всего озабочен проблемой, не знает как. Не знает, может быть, мама властная у вас была, я мало вижу информации в вашем сообщении, но однозначно, ваша основная проблема – это ваш отец, ваши отношения с вашим отцом. За что-то вам надо простить своего отца, о чём-то с ним нужно откровенно поговорить, нужно, чтобы ваш отец стал самым первым и самым главным мужчиной в вашей жизни. Он таковым не стал в детстве, но он может стать сейчас. И вы знаете, лучше поздно, чем никогда, Арина. Пишите письма своему отцу, звоните ему, поздравляйте его. Находите отца в себе, в своём взгляде, в своих каких-то мыслях, в выражениях, в ощущениях сердца, души. Находите своего отца, он живёт в вас. Знакомьтесь с ним, общайтесь с ним. Делайте всё, чтобы эти отношения развивались, обновлялись, становились другими, лучше, чем они были ранее. Не ждите, пока отец будет делать шаг навстречу вам. Делайте вы, потому что практика жизни показывает. Детям почему-то легче сделать шаг навстречу, нежели отцам, нежели им в нашу сторону. Вот это самая главная рекомендация. В эфире День Добрый, дамы и господа. Я, его ведущий Евгений, не только отвечу на вопрос, но и дам практическую рекомендацию. Бесплатный номер 8 800 200 11 34.